Псалом 110 Слово это, если точно его произнести, или, скажем, ближе к оригинальному звучанию, будет звучать как «Халилуяг», то есть «Хвалите имя Господне», «Хвалите Господа». «Яг» – это окончание слова «Аллилуйя», оно съедается в русском языке, это имя Божие, имя Яхве, то есть «Хвалите Яхве». И «Халель» – это слово означает как раз «Хвалу». Вот этим именно написано Псалом 110 и говорит о том, что «Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в Совете Праведных и в Собрании». Заметьте, братья и сестры, «Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим». Далеко не каждый может сказать Богу такие слова. На поверхности сердца у нас есть вера, но чтобы всем сердцем мы хвалили Бога и веровали в Него полностью, цело, нераздельно, как скала были твердой в вере, этого о себе сказать не может каждый. Псалом именно подчеркивает, что Богу угодно и хорошо бы достичь в ту меру святости, чтобы прославилось Его имя всем нашим сердцем полностью, до конца, до точки, до капли, до дна наполнился человек верой и исповеданием. Псаломопевец славит Бога за то, что дела его велики, и он, наблюдая дела Божии вокруг себя, велики дела Господни, вожделены для всех любящих Оное. Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными сделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Весь псалом хвалебен, собственно, слово «аллилуйя» и означает «хвалу», а значит, «псалом» – это, по сути, текущий поток разных словословий и хвалений, обращенных к Богу. А вот в конце говорится нечто важное для всех нас. Начало премудрости – страх Господний, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Люди стремятся к мудрости. Вообще, ни на что так болезненно не реагирует человек, как на упрек в неразумности. Если сказать человеку, что ты беден, он может пожать мечами свои, да, я беден. Сказать ему, ты стар уже. Он говорит, да, я стар, с этим спорить нельзя. Он говорит, ты глуп. Вот на это мы реагируем болезнью. Нет, я умный. Пусть я, скажем, беден или стар, пусть я некрасив телом, незначим происхождением, но я не дурак, я не глуп, я умный. И вот Писание нам открывает, кто же умный по-настоящему. Люди пишут научные работы, диссертации защищают. И вот говорит нам Псалом, начало премудрости, страх Господний и совет благ, то есть разум верный у всех, кто исполняет заповеди Божии. Можно иметь в кармане два, три и больше дипломов, можно отметиться различными научными открытиями. Все можно носиться в устах и на языках людей, как умник и как разумник. Однако же, ежели нет в человеке страха Божия, этот человек не умен. Он безумен, как говорит Писание, и начало всего лишь, начало премудрости – это страх Господний. Отсюда начинается всякая премудрость. Собственно, не расстается премудрость со страхом Божиим, даже когда достизает и небес. В одной из книг Священного Писания, а именно в книге «Премудрости» Иисуса Станисерахова, говорится о том, что начало премудрости – Божий страх, середина премудрости – Божий страх и конец премудрости – Божий страх. Страх Божий обнимает все небо. Ангелы любят Бога, однако же и боятся Его. Те из людей, кто боятся Бога, причисляются в таком случае к бесплотным духам, любящим своего Создателя и исполняющим Его волю. Прочитаем слова эти еще раз, потому что они кажутся мне чрезвычайно важными для всех людей, живущих где бы то ни было, в какое бы то ни было время. «Начало мудрости, страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему, то есть Богу, пребудет вовеки». Это был Псалом 110, еще один цветок в Саду Божественных Песен. До встречи в этом саду, который не вянет и не устает приносить плоду. Саду Божественных Песен.